Изучить ПДД вновь перейдется даже самым опытным автомобилистам. В правила дорожного движения внесли существенные изменения. Накануне президент подписал указ. Во-первых, появится новое понятие – средство персональной мобильности. К нему отнесут электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и сегвеи. Двигаться на электротранспорте можно будет только по велодорожке, при ее отсутствии по тротуару либо обочине. Скорость не больше 25 км в час. Причем за руль допустят только с 14, за исключением пешеходных и жилых зон. Новшества коснутся и велосипедистов. Теперь они смогут пересекать проезжую часть, не спешиваясь по специальной дорожке, а на прикрестке по линии тротуаров или обочин. Ночью за городом любители двухколесного транспорта должны будут двигаться в одежде со световозвращающими элементами. За три месяца текущего года выявлено уже 333 правонарушения, совершенные незащищенными участниками дорожного движения, из которых 65 нарушений в состоянии алкогольного пьянения совершено. Вводится и новый дорожный знак – зона с ограничением максимальной скорости движения – до 30 км в час. Устанавливать его будут в местах плотной жилой застройки. В ненаселенных пунктах легковые и грузовые авто, мотоциклы массой до 3,5 тонн смогут разогнаться до 120 км в час, автобусы – до 100. Также водители байков будут нести ответственность за своих пьяных пассажиров. Перевозить их разрешат только в боковой коляске. За прошлый год 370 водителей мототранспорта было привлечено к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. С начала текущего года уже 21 такой случай. Нарушают такие правила, как проезд перекрестка на сбрещающий сигнал светофора. Появится и бонус для водителей электромобилей. Они смогут двигаться по полосе, которая предназначена для общественного транспорта. Плюс с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября всех автомобилистов обяжут ездить днем с ближним светом фар. Изменения вступят в силу осенью. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.